Безответственное, да что там, просто опасное вождение стало причиной тяжелой дорожной аварии, произошедшей сегодня в утренний час пик на выезде из Екатеринбурга. Водитель черной Мазды 3, двигаясь по проспекту космонавтов в направлении Верхней Пышмы, регулярно ускорялся и замедлялся, бесконечно перестраивался из ряда в ряд, пока не потерял управление. Его машина, в которой, помимо мужчины, находилось 4 пассажира, перевернулась. Так тебе и надо, ну, черт! Вот только, только, вот только, только. Он нас обогнал, там дети даже, ё-моё. Вот он нас только обогнал перед мостом, и я смотрю, полетел. Ну ладно, застали все живые, дети ему поблагодарялись. Ау-у, и прометрилился. Вот долей, куда летел. Авария произошла около 8 часов утра, когда тысячи жителей Верхней Пышмы Екатеринбурга мигрировали между этими двумя городами. Спеша на работу, на учебу, в детские сады, мало того, что сам лихач точно уже никуда не успел. Своей машиной он перегородил выезд из города, как для автомобильного транспорта, так и для междугородного трамвая. 333 маршрута. На трамвайном гостях пчеловщиков стоят 4 лёвушки. Написано, посадки нет. Сделали какие-то проблемы с движением. Проблемы с движением возникли не только у трамваев, но и единственного автобуса, связывающего Екатеринбург с Верхней Пышмой и Среднеуральском. Пассажиры этого маршрута сообщали, что застряли в пробке на проспекте космонавтов на час, а кто-то и дольше. Машины, мимо лежащие на крыше Мазды, просачивались словно через воронку песочных часов, медленно и тонкой струйкой. Как сообщили в городском отделе госавтоинспекции, инцидент произошёл во время перестроения Мазды из левого ряда в правый. Неверно выбранная скорость и интервалы между соседними машинами не позволили водителю Мазды завершить этот манёвр безопасно. Он допустил наезд на бордюр с последующим столкновением со впереди идущей машиной «Хайвейл» и опрокидыванием на трамвайные пути. В результате ДТП для оказания медицинской помощи в больницу были доставлены 4 человека – дети, 7, 10 и 12 лет, а также их мать. Начато расследование обстоятельств случившегося.